ключа и коллеги опорядители это значит и сейчас включится чтобы мы с записью выложили так все линдат он очень хорошо да дорогие друзья наши ежегодная конференция которые своими корнями уход еще в 60-е годы и проходила в те далекие годы под председательством простакова николай сергеевич потом она видоизменялась развивалась вот в нынешнем состоянии она уже где-то 14 год или 15 я сейчас не повторю не помню точно под руководством самуилова константина евгеньевича проходит постоянно в этом году на пленарное заседание мы пригласили выдающегося ученого юрия анатольевича блинкова ученика и соавтора герда владимир петрович владимир петрович герд в прошлом году был директором нашего научного центра вычислительных методов в математическом а моделирование а после его безвременной кончины на пост а директора центра заступил блинков юрий анатольевич и вот частично в память о владимире петровичи частично а в продолжение а и в развитие этой тематики он сделает доклад об использовании базисов грёбнера для построения первого дифференциального приближения для определенного класса уравнений в частных производных и их систем юрий анатольевич прошу вас начинайте спасибо за возможность выступить ну тут будет краткого содержания лада основное направление доклада будет связано с тем что перекинут стик от классического приболической и пиропараболической форме и формировка его с точки зрения алгебры что алгебраический подход как правило всегда гораздо лучше с точки зрения применения алгоритмов ну и соответственно вычислить как правило всегда более строгий то есть более сильные условия чем следует из классического подхода связанного с мотанализом вот и это сказать какие что и как можно конструктивно посчитать как информацию извлечь и вот этому будет посвящен мой доклад ну я представляю своего соавтора который к сожалению 5 января скончался вот эта фотография я насколько помню где-то 2007 год воин петрович был очень верующим человеком и мы пришли на следующий день после пасхи православный в ахине там был небольшой православный храм вот мы у него с как раз фотографировались получено в совместных командировках с ним где-то месяца 4 а может быть и даже больше мы совместно прожили часто связаться рядом с другом ну чтобы как бы ввести в курс дела поскольку я постараюсь начать издалека здесь переведено обыкновенно дифференциальное уравнение 2 порядка краевая задача вот это пример в том или ином виде достаточно часто встречается во многих учебниках по численным методам вот он имеет вот это вот точное решение достаточно такого простого вида ну естественно мы можем записать краевую задачу пересформулировать в виде набора линейных уравнений то есть которые задаются вот этой различной схемы и попытаться и решить эту краевую задачу ну первое дифференциальное приближение это означает что мы должны все выбрать точку разложения в данном случае выбрана точка нулевая вот и в ней разложены в ряды перелора то есть у нас и плюс 11 минуту на шах h вправо попадут по картина тикс вот а и минус один влево по картина тикс а это нулевая точка то есть это просто сама функция если вы просто разложить первое дифференциальное приближение из просто до первого порядка точности в данном случае это h квадрат остаточный член уже были будут иметь h 4 степени получается вот такой вид первого дифференциального приближения естественно здесь почему четные степени поскольку симметрия все нечетные степени в ряде при разложении в ряды лора пропали поэтому остались только четные степени сразу можно обратить внимание что у нас здесь вторая производная по x и здесь вторая производная по x вот это можно все скомбинировать в результате у нас раскрыть получается что наша дифференциальная разная схема который вот здесь она представлена дифференциальное приближение показывает что она на самом деле аппроксимирует вот это вот уравнение а не то и когда h будет достаточно велико то это будет принципиально уже другое уравнение поэтому если рассмотреть я ду с параметром к при старшей производной записать вот такому же виде через параметр разностную схему тут первое дифференциальное приближение приведет такой вид и при к равном единице минус h квадрат на 12 разная схема будет аппоксимировать нашу исходную задачу вот эту вот и так сказать будет иметь четвертый порядок точности то есть что этот пример нам показывает что просто так замена производных разностными аналогами даже в таком простом случае как обыкновенный дифференциальное уравнение может показывать что у нас схемы не аппроксимирует исходную задачу что там имеется какие-то дефекты которые могут повлиять на поставил построение решение численного то есть она не будет соответствовать решаемой нами задачи но тут как бы записано философский взгляд на это то есть для дифференциальных уравнений можно построить много различных разных схем и сразу возникает задачу выбора допустимых разностных схем каком-то смысле вот то есть мы можем формально просто взять заменить дифференциальный оператор разностными операторами вот но в результате оказывается при таком подходе можем получить существенное различие между исковым решением и численным решением которые мы можем получить то есть надо как по каким-то критериям отделять эти хорошие разные схемы от плохих ну поэтому тут как раз классических теорий расхем будет с понятия сходимости что сквозь что она аппроксимирует задачи и устойчиво как правило все эти три задачи исследуется решается с помощью анализа вот одним из таких вот подходов который позволяет тоже же провести анализ сходимости аппоксимации устойчивости является метод дифференциального приближения ну исторически я к сожалению не владею но так сказать судя по статьям которые были и ненка и шокина так сказать впервые рассматривал 50-х годах жуков исследовал именно анализ разных схем и как и писал году в своих воспоминаниях его известная схема тоже он также анализировал используя этот метод дифференциального приближения ну а потом было очень много работ я ненка и шокина и их учеников связанных с развитием метода дифференциального приближения переход на самом деле сам по себе очень красивый поскольку раз это означает если мы отходим от конкретное решение задачи то сама запись разница схема означает что мы рассматриваем бесконечное число уравнений с бесконечным числом переменных пусть ваш линейный случай и возникает вопрос а какое пространство решение во-первых совместно ли эта система и насколько она совместно то есть на какое пространство решения она описывает соответствует ли она исход 2 дифференциальной задачи то есть простраивая пространство решений может быть различно вот то есть или сам переход мы заменили дифференциальные уравнения алгебра чески и南 и бывает так что эти ты проски равни не может быть и аппроксимируют исходную задачу но их неудобно и решать численно и когда будем решать численно тоже мы получим погрешности у нас будут неустойчивыми ну типичный пример то получаемая матрица для решения например не будет иметь диагонального преобладания и надо либо специфическими какими-то методами пытаться решить сильную погрешности мы сможем просто решить исход вот ну переход от разных схемы к непрерывному аналогу для исследования ну выбирается какой-то базовый узел данном случае у нас предыдущий пример в точке и равной ну и в смысле в точке и разложение делалось и заменяются операторы сдвига либо на их дифференциальное представление вот и вот это вот полученная запись разной схемы называется дифференциальным представлением разной схемы у то есть у нас в результате получается своего рода бесконечное дифференциальное уравнение который в принципе несет всю информацию разной схемы то есть получается интересный такой подход чтобы решить дифференциальную задачу мы получаем ее дискретный аналог дискретный аналог опять делаем переход и заменяем обычным непрерывным аналогом уже бесконечной системы дифференциальных уравнений и как бы получается мостик такой а насколько вот этот дифферент бесконечная я может быть не совсем правильно грамотно математически формулирует жаргонное такое выражение насколько она соответствует исходному дифференциальному уравнению какие-то свойства или там наоборот паразитические свойства могут появляться сейчас это будет видно из пример ну наиболее простой случай это рассмотреть уравнение переноса нос в таком виде там дубу дт адового пудрить и мы лучше сразу рассмотрим класс целый разных схем введя параметр кси который вот от нуля до единицы у нас получается против потока по потоку считается производная если все это разложить врат и от элора вот в лоб разложение мы берем так сказать рассматриваем естественно первые члены дифференциального приближения то есть получается г форма гиперболическая форма первого дифференциального приближения но тут есть такой вот нюанс поскольку я в дальнейшем обращу внимание что г форма это просто как бы классически это мы взяли разложили в ряд в ряды но что произойдет если бы г форма означает что мы как бы все производные по ик су должны через производные по то и поэтому правильнее алгебраически именно было бы продолжить здесь вычисления ис-за органик через производные по т наоборот ну а был форма парпо these kooper Она считается наиболее удобной для исследования. Мы просто взяли у нас ряд. Мы его естественно, поскольку это линейная комбинация рядов Тейлора, я про это позже буду говорить, этот ряд позволяет его дифференцировать, строить линейные комбинации и так далее, поскольку я все равно получаю те же самые ряды. То есть эта операция тут естественно, чисто алгебраеческая. Но в данном случае берется такая линейная комбинация, чтобы заменить все производные паты. В данном случае вот этот возникает. Мы сделаем первую замену, но все равно там возникает производная У, ПДХ, ПДТ. И ее заменяем, и получается вот такое разложение. Ну тут взято два члена. Вот этот вот член и вот этот член. Поскольку при определенной комбинации Тау, Аш и Кси у нас может случиться, что здесь получается ноль, поскольку у нас параметрический произвол. И сразу здесь видно много можно извлечь информации. Ну условия курента. Соотношение на шаг по времени Тау и Аш. Поскольку у нас если здесь будет, так сказать, коэффициент диффузии положительный, то получается, что у нас схема идет в разнос. То есть, как бы получается, тепло везде будет, коэффициент теплопроводность везде будет распространяться, и у нас просто не будет решения сходиться. То есть надо брать его, так сказать, отрицательным делать. Тогда у нас все колебания будут гаситься. Но когда будут гаситься все колебания, у нас, получается, будет дисперсия. А дисперсионные свойства будут возникать осцилляции вследствие эффекта гипса. То есть видно, что мы достаточно простыми, чисто алгебраическими манипуляциями, которые легко, так сказать, сделать на основе них алгоритм, и получили очень много информации для исследования вот такой разной схемы. Естественно, это как бы не всегда все удается хорошо сделать, и возникают, особенно в нелинейном случае, там всякие проблемы, но пытаться какую-то информацию извлечь, что-то проверить всегда с помощью первого дифференциального приближения можно. Ну почему первое еще? Поскольку берется первый член, потому что во многих задачах, и я глубоко в этом уверен, что сходящийся ряд это хорошо, но на самом деле методы возмущения в механике, во многих задачах физики, достаточно брать первый член. Все, так сказать, и он обеспечивает, как говорится, главное вот это ядро, главное, так сказать, поведение, а все остальное уже, как говорится, от лукавого, поскольку это уже принципиально будет не улучшать это приближение, ну, которое получается, если применять несколько порядков. Ну и сразу возникают вопросы, вот, а не все уравнения эволюционного типа, как мы рассмотрели, то есть у нас не всегда есть УПТ плюс какая-то правая часть, которая зависит от пространственных перемен. Таких систем много. А как быть с системами уравнений? Тут было одно уравнение, а если у нас система, и там более сложные системы подстановки у нас, как с этим быть? Тоже возникает вопрос. А как зависит от точки разложения? Ясно, чтобы меньше считать, мы выбираем какую-то симметричную точку, чтобы побочные производные обнулились, а если я так посчитаю, то есть можно ли говорить, что в этот порядок аппоксимации радостной схемы зависит он от точки или не зависит? Поскольку если сместил бы я там точку, у меня была бы не симметрия, то у нас возникли бы члены порядка H и H куб, а не H квадрат, например, и H четвертой степени, но я имею в виду первое дифференциальное уравнение. Ну и как бы для системы, то есть на въезд токса не сжимаемой жидкости, там могут быть выполнены дополнительные соотношения. Вопрос, а как они перенесутся на разностные уравнения и соответствующие им дифференциальные приближения? Ну тут в принципе можно было бы продолжать, что вот например есть симметрия, которым обладает система дифференциальных уравнений, а как эта симметрия будет отображаться на разные схемы? Ну таких достаточно было много работ, по-моему занимался этим Дородницын, и вот я иногда помню на конференции в 19-м году в Минске, там тоже были соответствующие доклады, когда пытались проверить, построить такую разностную схему, чтобы она в каком-то смысле удовлетворяла симметрии для дискретного аналога. Ну поскольку у меня цель моего доклада такой более популярное изложение сделать, и я хочу немножко ввести в понятие базис Грёбнера. То есть базис Грёбнера вообще позволяет решать многие задачи для систем полноимеальных уравнений, для систем дифференциальных уравнений. В том числе, например, для уравнений дифференциальных. Во-первых, строить сами уравнения для нахождения симметрии дифференциальных уравнений, а затем и решать эти соотношения. Кстати, вот по этому пункту я и пришёл, как раз начал заниматься и увлёкся именно эволютивным подходом, поскольку у нас как бы кафедра специализировалась на трансзвуковых уравнениях газовой динамики. Их было всего лишь четыре школы таких, это Москва, Ленинград и Новосибирск. Ну и в том числе отделение было в Саратове, поскольку там задачи до сих пор толком не решены с особенностями. Все современные самолёты старались как можно быстрее либо летать на дозвуке, либо быстрее перекосить сверхзвук. Ну а там уравнение достаточно сложное и был сложный поиск решений. Вот как раз одним из подходов было нахождение симметрии дифференциальных уравнений, а оказалось, что вот эту саму систему достаточно сложно решить. А вот этот подход, который позволяет с ней разобраться, это как раз базис Грёбнера, или тогда это был инвалидивный подход. Также базис Грёбнера работает для систем разностных уравнений, то есть разностных схем. Ну и как бы частные случаи, которые много знают из классических учебников, для случая одной переменной базис Грёбнера это наибольший общий делитель. Поскольку у нас от одной переменной у нас кольцо уже Евклидовое, и можно алгоритм Евклида, то есть получение частного остатка, достаточно просто организовывается. Ну и для линейного случая Байс Грёбнера это фактически метод Гаусса, решение линейных уравнений. Ну и это удивительно, что на самом деле изначально специалисты по дифференциальным уравнениям частных производных, они, это конец 19-го, начала 20-го века, они гораздо сильнее продвинулись к задаче строения Байса Грёбнера, сами не зная про это, чем специалисты алгоритм. Поскольку попытки обобщить теорему Каши-Ковалевской, когда у нас система уравнений содержит, не состоит из уравнений, там первого порядка, а из разных, какие-то условия совместности, и там главная задача специалистов дифференциальных уравнений было построить пространство решений, то есть вычислить его, насколько, какое у нас пространство решений имеет данная система дифференциальных уравнений. И они использовали чисто формальный подход, то есть у нас сами уравнения это фактически соотношение на коэффициенты ряда Тейлора, и возникает вопрос, какие коэффициенты ряда Тейлора я могу объявить произвольными, какие зависят от этих произвольных коэффициентов, ну и вообще это у меня получается бесконечная система алгебраических уравнений, а какое пространство решения оно имеет. То есть это гораздо более точный такой вот сам по себе подход, и за счет этого там как раз и были вот эти вот приведения системы в инволюцию. А вот алгебраист сформировался фактически вот в середине 20 века, и в год моего рождения, вот, получилось Бруно Бухбергер как раз защитил свою диссертацию, в которой назвал Байса Гребна в честь своего учителя и, так сказать, предложил свой алгоритм построения конструктивный. Ну, прежде всего, Байса Гребна определяется порядком, и этот линейный порядок, то есть у нас все должны быть абсолютно сравнимы, ну в отличие, например, от того же деления, когда только некоторые элементы мы можем сравнить между собой, выполнены такой условий, что любой маном, а это может быть не только произведение букв, как в случае, в полиномиальном случае, это может быть производная, там тоже самое набор букв, по которым дифференцируем, либо в разном случае это набор, насколько мы сдвигаем, по каким переменным, поскольку мы можем сдвигать туда и обратно, у нас коммутативность образуется, то есть главное, что у нас есть свойства коммутативности. И вот этот порядок, он должен быть совместим относительно этой операции, там умножение, выселение производной или сдвига, то есть если А младше Б, то для любого С операция умножения или дифференцирования или сдвига должна сохранять порядок, вот в таком виде. Ну, для случая одной перемены у нас только один допустимый порядок по степени. Вот возникает в случае вопрос, а как мы можем этот порядок обобщить на случай многих переменах? Ну, существует очень много способов этого обобщения, наиболее общий задается матрицей, и поэтому, так сказать, их существует бесконечно много. Вот, ну, сначала задается принципиально порядок переменных, надо задать, а потом задается порядок. Наиболее часто используемый это лексикографический порядок и по полной степени обратно лексикографический, ну, или просто говорят деглекс, дегрея лексикографика. Вот, ну, лексикографического порядка здесь показано, что младше конкретного манома может быть бесконечное число маномов, и поэтому в лексикографии всегда, как правило, все боицы Грёбнера получаются гораздо больше, но, как правило, систему за счет этого увеличения легче разрешить. Это как бы, как и будет дальше в докладе, это получается как бы параболическая форма, а гиперболическая более компактная. Ну, и вот дегрея лексикографика. То есть, видно, что тут порядок переменных младших какой-то конкретный, конкретного манома, определенное количество маномов. То есть, оно более компактное, как правило, гораздо более эффективное преимущество. Ну, у меня тут чисто для, так сказать, академических целей было написано, это как раз мы с Владимиром Петровичем как-то обсуждали, и он говорит, неплохо было бы иметь какую-то очень простую реализацию на языке питон, поскольку там длинная арифметика есть, вдобавок можно подцепить сам пакет симпай, символьный питон, очень неплохой быстро развивающейся системы компьютерного. И, так сказать, для, чтобы студенты могли посчитать какие-то простые примеры, вот. Ну, и в данном случае, я тут небольшую демонстрацию, такой пакет у меня написан, вот. И при этом он даже не инвалидивный, а считает классический, классическим алгоритм Бухбергера строит базис Грёбнера. Ну, число строк кода где-то порядка 500, всего лишь он очень, так сказать, питонный язык, очень достаточно выразительный и компактный. Вот, тут пример задания самих переменных, вот, задания по какому порядку, ну, тут сразу случай, модульный случай, так сказать, но если, образно говоря, у нас могут быть зависимые функции, то есть позиция ОВТ, то есть сначала как бы зависимая переменная, потом независимый, либо наоборот терм, а потом уже зависимые позиции топ, и, ну, это достаточно стандартное обозначение во многих системах компьютерной алгебры. Но это перевод из внутреннего представления в такой вот, и за счет вот такого небольшого трюка, что я, так сказать, сдаю правила, воспользуюсь питоном, что там можно умножение задать, сложение, и так далее, для переменных у меня нет никакого синтаксического разбора, то есть я просто пишу переменную X, и вот сразу получаю внутреннее эффективное такое представление в виде списка, либо перевожу наоборот вот ту симпай, а получаю самую переменную X. Ну вот более простые вычисления вот я взял, у меня сразу же было переведено списочное представление, и могу опять перевести, так сказать, внутрь симпай, чтобы как-то в дальнейшем использовать полученное выражение. Алло, прошу прощения, это заминка или технический сбой? Звук пропал, да. Звук пропал. Просим прощения у всех остальных, сейчас восстановится, надеемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я попросил их наладить, но они еще не успели этого сделать. Через некоторое время будет. Это действительно интересная тематика, которой посвящен доклад Блинкова Юрия Анатольевича. Это какой-то синтез и дифференциального исчисления, и методов алгебраических для нахождения решения. Да? Да. Леонид Анатольевич, он и его как разрушил, сейчас все появится. Хорошо, спасибо. Спасибо. Леонид Анатольевич, сейчас перезагрузится, и все будет хорошо. а как это соотносится с геометрическими интеграторами сейчас скажу если встать на очень высокий идейный уровень то это один из родственников геометрических интеграторов причем простейший не в том смысле что он самый примитивный а в том смысле что он первым приходит голову когда все плоская когда нет никаких привязан и при кручении тогда он оказывается одним из них когда появляются кривизны и кручения то там все сложнее и методы базисов грёбнера по моему мнению не сработает их нужно будет модифицировать с учетом всех этих всей техники расслойных пространства но на как я понимаю бойцы грёбнера у нас вылезают в данном случае потому что мы вводим градуированную алгебру и логично что представление градуированные алгебры задать виде многочленов и на них уже задавать базис грёбнера то есть это просто вот такое построение но если никакой градуировки не задавать то как упорядочивать как за и перечислять один за другую перебирать на проблема перебором вот эту проблему решили таким образом самым примитивным но зато эффективным много чего полезного сделать хотя конечно это не вершина достижения согласен с вами но молодцы молодцы много нет это да это несомненно несомненно букбергер в прошлом году ушел на пенсию с поста основателя и главного редактора журнала компьютерной symbolic computations вместо него заступили какие-то другие кстати и один из наших постоянных соучастников семинаров это алексей опчинников вместо герда но как-то по протекции владея петтенович так что букбергер много полезного сделал не только формализации вот этого базиса как такового градуированных конструкциях ноги в продвижении а аналитических или символьных методов вычислений да очень жаль что связь с питером такая ненадежная но уже сказать что с питером значительно более хорошая связь у дубны дубнинский там есть вот этот самый станция космической связи и вот она этот канал обеспечивает бесперебойно а высшего потоку трафика мать просто ближе к ленинграду дубна поэтому и не только не только дело в том что им нужно было обеспечить канал супер-пупер связи с церном и и поэтому они через эти станции космической связи через вот эти кабели жутко толстые и насыщенные все это сделали так чтобы было очень хорошо но и в частности сделали до питера а до москвы им сказали так недалеко получится четко деньги тратить на какую-то москву деньги большие конечно юрий анатольевич слышишь нас а нормально нормально все хорошо это петри сергеевич сергеевич помнишь у нас же был колодец настоящие три самые оптовал молоконы пряда в заднем крыле здания его отрубили и заставили по плохому каналу сколько уже лет 10-15 гонять это идеологически это ну вот руководство так решила на широк просто так решила как как там в анекдоте понять невозможно можно только запомнить да именно так старенький ноутбук да не так быстро получается ну да тут наверно еще это догадывается интернет но зато интригующе интригует не до конца у нас разыгрывается аппетит а чем же закончится этот рассказ и 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 Слайд, да. Слайд, да. Слайд, да. Слайд, да. Слайд, да. Я один ничего не слышу или это действительно звук пропал? Мы вас слышим. Юрий Анатольевич, мы не слышим, если ты нас слышишь. Алло, алло. 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 Продолжение следует... 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 Мы на предыдущем слайде перестали слышать... Продолжение следует... 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 Как это можно доказать, то есть согласно свойствам формального ряда Тейлора, то есть я никаким образом не исследую его сходимость Если у меня формальный ряд определен в какой-то точке А, то поскольку я его могу сколько угодно раз дифференцировать и строить из него линейную комбинацию Поэтому я могу для него построить разложение в точке Б Разостная схема это линейная комбинация ряда Тейлора, поэтому формально я это могу применить к линейной комбинации Ну и тогда получается, что байс гребнера для выбранного порядка производных не будет зависеть от точки разложения А второй пункт аналогично как и для первого пункта также доказывается Что если обратиться в ноль первый исполеном, то тогда обратиться в ноль и первый порядок точности для исполенома То есть остальные все порядки тоже обращаются в ноль Поэтому если бы я пересчитывал Г-форму, гиперболическую форму первого дифференциального приближения То можно бы считать и П-форму параболическую И наоборот, то есть достаточно построить одно первое именно дифференциальное приближение Все остальные в зависимости от конкретного вида можно пересчитывать сколько угодно Вот, ну тут как раз, я как раз уже говорил про этот дуализм То есть можно ряд Тейлора подставить дифференциальное уравнение, приравнять при одинаковых степенях И получить соотношение на коэффициенты ряда Тейлора Либо наоборот, можно просто дифференцировать исходную систему уравнений и получить те же самые соотношения Ну это гораздо эффективнее Вот, рассмотрим уравнение на вес стокса Вот оно чем отличается тем, что у нас одно уравнение первого порядка, а остальные второго порядка Но я беру тут двухмерный случай Если задать вот такой порядок на зависимых и независимых переменных То тогда можно построить исполином, который показывает, что из этих трех F1, F2, F3 следует вот такое соотношение При этом оно тоже, как и уравнение разрывности, не зависит от времени То есть в начале момента времени не просто соотношения на У и В должны быть Но и давление также должно определять вот этому уравнению Вот, эта система уже становится инвалютивной, поскольку нескольких из пленов уже образовать нельзя И она получается и представляет собой Байс Гребнера Ну ее можно записать вот в виде законов с сохранением через дивергенцию При переходе от разной аппроксимации на равномерных сетках возникают три проблемы Первая, в непрерывном случае у нас правило Лебница для дифференцирования произведения А если рассмотреть какую-то дискретную производную D, то это правило никогда не выполняется Конечно, если разный вид D брать, тогда можно какие-то соотношения подобрать Но в точности оно не соответствует Ну и проблема с порядками возникает Поскольку у нас были там функции, и они переменные, и они по ним мы рассматривали То у нас теперь N, G и K То есть у нас порядки, соответственно Ну и чисто технический такой момент, что сдвиги Байса Гребнера могут быть только положительные Иначе мы будем бесконечную систему сдвигать туда-сюда То есть по X в одну сторону, в другую И так будут возникать всевозможные комбинации, которые неконструктивны Поэтому можно договорить, что только положительно Ну и можно вот рассмотреть уже дискретно Это разная схема, записанная через такие вот операторы Для удобства, для компактности представления записи И можно построить вот разностный аналог, проверить, что эта система выполнена Замечу, что здесь в производной ПП стоит запись в двойных узлах Вот D1 в квадрате, поскольку это возникает, когда мы строили с поленом Вот, вот эта система Ее можно для нее, используя вот, опять же, систему Юбитера и часть пакета Которую я писал для построения Байса Гребнера Построить это просто разложение в ряды Телора с нужной аппроксимацией Вот, а можно и посчитать нормальные формы и получить уже канонический вид То есть элементы Байса Гребнера Вот они построены F1, F2, F3 соответствуют тому уравнению И вот тут самое интересное получается, что при проверке S поленома То у нас получается в ноль С порядком аппроксимации исходной системы Но оказалось так, что с этим порядком аппроксимации Ваим Петрович Герц сказал, что для всех должно удовлетворяться То есть, как бы мне не верилось Но, так сказать, понимание пришло, что это связано с тем Что мы строим базис Гребнера Используя ряды специального вида Что это ряды Телора Вот, если бы мы не знали, что у нас есть F4 То есть, лаплас от давления плюс еще дополнительные члены не образовали То мы вот такой получаем, так сказать, S поленом То есть, в разностном смысле получается, что должно вот это вот соотношение Каким-то образом мы не можем не учитывать S поленом И тут сразу возникает такой простой подход Что, зная дифференциальное приближение Мы можем проверить разностную схему на совместность Точнее, каково узнать пространство его решения Даже не находя его до конца Оно меньше исходной задачи или больше Что само по себе является интервиальной задачей Поскольку вот конкретно вот для этой разностной схемы Которая вот ссылки на статью есть Наши соавторы итальянские У них было построение разностного базиса Гребнера программы Они достаточно на мощном компьютере считали Они так и не построили базис Гребнера для этой разностной схемы Поскольку она несовместная И достаточно громоздкие вычисления Я же могу, считая первое дифференциальное приближение Эти вычисления проверить И показать, что пространство решений У разностной схемы гораздо меньше Чем у исходной задачи Поэтому это не эквивалентный переход От дифференциального уравнения К разностной схеме То есть он с дефектом получается Вот тут можно посчитать S поленом Он не равен нулю Мало того, можно же то же самое сделать Ну это вот Так, секундочку Можно взять Используя точное решение Сейчас Так, вот оно Можно использовать точное решение В данном случае есть такое Течение Тейлора И подставить его Так сказать В саму исходную Вот эту вот разностную схему И тогда можно показать, что Вот возникает такой дефект То есть Не обращается в ноли И значит Вот эта вот Разная схема Которая была Предложена там Другими авторами Оно не Является С аппроксимации Уравнения На въезд токса На самом деле И я бы хотел еще Также привести Пример Характерный Если рассмотреть Уравнение Типа КДВ В качестве системы И считать Например Строить Параболическую форму То есть Заменить Ну вот оно Сама система уравнений Представлена здесь Вот здесь у нас Одна производная По Т Две функции Фи1 и Фи2 И естественно Возникает Третья Производная Третьей степени Фи1 по Иксу И у нас Получается Мы Если встречается Там вторая Третья производная По времени То будет Соответственно Шестая Или девятая Производная По Иксу Получается Очень громоздкие Выражения Тут вы видите Здесь вот Показано Сорок страниц Текста Если посчитать Первое дифференциальное Приближение В фараболической форме Видите Какое громоздкое Получается Соотношение Одновременно Если же Все-таки Считать Дегрефлекс Вот Поскольку Это Как бы Такой переход Учисляется Сейчас Я покажу Что получается Вполне Обозримое Первое Дифференциальное Приближение Вот Где оно Представлено Вот Первое Дифференциальное Для первого Уравнения Вот оно Представлено Для второго Уравнения То есть Это Просто Измеримые По сложности И мы можем Как проверить Разную схему Ну там Существует Много разных Методов проверки Один Запрограммировать И проверить На точном решении Но возникает Всегда вопрос Я когда Программирую Могу сделать С ошибками При написании Численного Алгоритма Как я буду Решать эту Разную схему Я тоже могу Сделать ошибки Или там Сам метод Оказывается Выбран Но и неправильно Для решения Этой конкретной Матрицы Которая возникает А возникает Вопрос Очень простой Мы можем взять Первое дифференциальное Приближение И подставить туда Точное уравнение Чтобы получить Чтобы получить Соотношение Увидеть Насколько Оно точно Выполняется Тут Для этой системы Подставлено Несколько точных Решений Но тут В том числе Есть Решение Солитонного Типа Вот И можно За счет Этого Подставить И Если это Громоздкое Выражение Посчитать Численное Первое Дифференциальное Приближение Рассматривая Разные Соотношения На Тау-Аш То есть Как себя ведет Погрешность В данном случае Как раз Вот построенный График Как рисуют Ведет себя Погрешность При разных Тау-Аш И например Как зависит От коэффициента К Который Входит Солитонное Решение То есть Видно Как Меняется Погрешность Вот тут Для одного К построено Потом Мы К 0,4 Увеличили Видно Что Погрешность Выросла И поэтому Это нам Говорит О том Что надо Менять Соотношение На Тау-Аш Их уменьшать Что если Хочу посчитать Эту задачу Ну в принципе Из таких Соображений Это и так Ясно Что у нас Там солитон Это экспоненты И поэтому Когда я начинаю Величивать Коэффициент К Вот этот Сам солитон Становится Более крутым И надо Измельчать Точки Иначе Мы не получим Сходимость То есть Это достаточно Плохая Апроксимация Будет Вот К 0,2 А вот Например К 0,4 Видно Значение Здесь достаточно Чтобы получить Исходное Решение Задачи То есть Как бы Вывод Первое Дифференциальное Приближение Оказывается Достаточно Таким Хорошим Универсальным Методом Который Позволяет Получить Много Информации И О самой Растной Схеме И О тех Соотношениях Которых При которых Она должна Решаться Спасибо За внимание Большое Спасибо Игорь Анатольевич Уважаемые Коллеги Слушатели Если Вы что-то Поняли А я надеюсь Вы что-то Поняли Доклад Был очень Хороший И Внятно Изложены Основные Идеи Того Направления Которым Занимался Владимир Петрович Герды Продолжает Заниматься Юрий Анатольевич Блинков Возможно Вы поняли Не все Детали Поэтому Прошу Задавать Вопросы Прямо Докладчику Который Ответит На них Пожалуйста Может быть Я тогда Начну Да Пожалуйста Юрий Анатольевич А вот Вы Вернутся К самому Первому Примитивному Простому Примеру Там Где ОДУ Точнее Краевая Задача Для ОДУ Все Возвращаюсь Вот Да Вот На следующий слайдик Если можно Перелесните Там Где Да Вот смотрите Тут Получается Самая верхняя формула 1 плюс H квадрат на 12 Ну и дальше Собственно Вот Уравнение идет Вот Внешне Если бы я вот так Смотрел Я бы сказал Что H квадрат на 12 Если H там Порядка 10 минус 2 Например Вроде как Кажется Не сильно испортит Вот В данном Конкретном Случае Действительно Какая-то Большая Порча Вот Этой Вот Не совсем Корректной Разностной Схемы Или Тут Действительно Уравнение Аппроссимировано Неплохо Я понял Вопрос Дело Стоит В том Что Это Стоит Пристарше Производной И Поэтому Это Достаточно Сильно Влияет На Точное Решение Может Алло Звук Прямал У меня Вот Естественно Что при уменьшении Аш Оно все-таки Будет уменьшаться Но Никогда Не достигнет Аппроксимации Именно Исходной Системы Всегда Будет Дефект В реальности А если Сильно Вы уменьшаете Аш У вас же Тоже Число С плавающей Точкой У них же Ошибка Округления Идет И У вас При уменьшении Аш Вы можете Получить Уже Даже Точность Меньше Чем При Больше Марш Это Насыщение Происходит Такое А чисто Конструктивно Как там Решение Точное Ведет Себя И Приближенное Нет ли Каких-то Графиков Чтобы Хотя Понять Я бы Сказал Что Не очень Плохо Я К сожалению Привел Но У меня Эти Графики Готовы Я В принципе Могу В данный Момент У меня Просто Не покажу Не надо Будет Искать Но Как бы Это Все Есть Я могу Ответить По почте Прислать У нас Дошел Был доклад Мы Исследовали Целую Группу Таких Вот Этих Задач Генерирую Разные Сные Схемы Это Был 2014 Или 2015 Год На Конференции В Санкт-Петербурге Парномиальная Компьютерная Алгебра Я Прям Доклад Могу Прислать На Эту Тему Ну Может быть Тогда Вы Быстро Сможете Ответить Вот Условно Говоря Какая Там Примерно Относительная Или Абсолютная Погрешность Вот Этого Не Совсем Корректного Численного Решения По сравнению С Настоящим Симбольно Известным Это ведет себя Порядка Как Аж Квадрат Метод А тот Ведет себя Как Метод Порядка О Аташ Вот Так Да Понятно Спасибо Понятно Еще Вопросы Есть Если Больше Вопросов Нету То В связи С не очень Хорошей Связью Я Наверное Попрошу На этом Прерваться Большое Спасибо Юрий Анатольевич И я думаю Что обязательно Мы сделаем Еще Не один Доклад Когда ты Будешь Ближе К Москве Либо В Дубне Либо У нас В Дружбе Народ Ближе К хорошей Связи Да И тогда Мы будем Приставать С кучей Разных Вопросов Которые Можно Большим Удовольствием Отвечу На них Спасибо Юрий Анатольевич Спасибо 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 Всего доброго До свидания До свидания Дмитрий Валентинович Ты Как Распорядитель Балла Да Ну что Доклад Состоялся Хоть и С помехами Мне Понравился Доклад Потому что Чуть-чуть Соприкасается С Ну лично Моей деятельностью Не знаю Как остальным И В Дубне Понравилось То что Сочетается Символьные Ну возможности Компьютерной Алгебры И собственно Построение Разных схем Вот раньше Я не понимал Теперь я Чуть-чуть Начал понимать Так что Я Мне понравилось В целом Вот Ну собственно Тогда Большое спасибо Всем присутствовавшим На докладе Большое спасибо Докладчику Который Надеюсь Нас слышит И большое спасибо Дмитрию Сергеевичу И Дмитрию Валентиновичу До свидания До следующих заседаний До свидания всем Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok